всем привет привет сегодня мы с вами будем рисовать самодельными акварельными красками а также я хочу с вами поделиться своим новым открытием я это назвала краски хмелионы потому что узнала как из одного пигмента можно получить совершенно разные цвета вот например этот розовый зеленый цвет были получены из одного и того же растения поэтому в этом видео я вам покажу и расскажу как этот секрет при вращении работает а также в комментариях мне часто просили показать вот вообще как ведут себя в рисунке натуральной акварельной краски поэтому сегодня мы с вами будем рисовать вот эти вкусные малинки и заодно наблюдать за процессом трансформации цвета ну что ж давайте вообще без лишних слов приступать к работке и так для того чтобы сделать краску хамелеон нам с вами необходим пигмент лично я в качестве пигмента выбрала вот это вот растение это горошек мохнатый его очень у нас много на поле поэтому именно его я взяла в работу если у вас не будет такого растения под рукой то его без проблем можно заменить обычной краснокочанной капустой он работает практически аналогично как и мохнатый горошек прежде всего нужно наше растение высушить поэтому отрываем вот эти вот все цветочки соцветия если у вас краснокочанная капуста то просто тоненько ее шинкуем и на какое-то время оставляем высушиться после просушки мы должны измельчить растения поэтому в этом случае я использую обычно кофемолку чтобы немножечко ускорить процесс более подробно о том как сделать натуральный пигмент из растений я записала вот в этом видео ссылочка там сверху где-то появится поэтому переходите если вы еще его не смотрели и там я просто более подробно расскажу все пошагово как сделать и в итоге у нас с вами должен получиться вот такой вот серенький порошочек до такой непримечательный на зеленый не обращайте внимание это с и другого растения так вот работать мы будем именно вот с этим серым порошком идемте дальше кто-то назовет этот процесс химией а я это называю магией ну смотрите это действительно очень удивительно итак наш серенький пигмент беру мерной ложечкой отмеряю раз отлично делаем сейчас чистую акварельную краску без всяких добавок по рецепту пол ложечки крахмала вот такая вот небольшая капелька меда на кончике мастихина мед можно заменить гумиарабиком так добавляем мед чуть-чуть так подмазываем отлично и теперь капаем немножечко обычной воды это обыкновенная вода просто я ее в такую удобную колбочку перелила водички немножечко добавили хорошо и теперь все активно начинаем перемешивать вместе ой может быть воды я немножечко переборщила но ничего страшного воды можно чуть больше это не критично хорошенечко хорошенечко все смешиваем недавно подсмотрела у одних ребят которые тоже делают натуральные краски и там у них такая вот специальная штучка которая хорошенечко вот так вот растирает краску на поверхности у меня такой штучки не нашлось поэтому я взяла вот такой вот краненый стаканчик и он тоже отлично с этим делом справляется так что вот здесь видите просто такой штучкой я хорошенечко разбиваю пигмент чтобы мелкие песчинки расплавились растворились а теперь всю эту вот краску отправляем в формочку я использую вот такую ракушку все наша с вами первая красочка готова принципе нужно по хорошему дождаться пока она высохнет ну давайте ради интереса протестируем как же она будет красить ну что ж пробуем как будет работать наша красочка итак у нас с вами получилась серая краска с серого пигмента серая краска скажите вы что тут необычного но давайте проведем еще некоторые тесты с пигментом пока что откладываем нашу серую красочку сюда краска номер два тоже берем ложечку пигмента крахмал мед водичка и теперь внимание добавляем щепоточку соды смотрите как круто в тех местах где мы с вами добавили соду стал пигмент сразу превращаться в более ярко зеленый цвет давайте все это дело размешаем мастихином вот видите краска уже отчетливо приобретает зеленый цвет собираем нашу красочку в форму а теперь давайте прокрасим пробник зеленой краской смотрите какая она получается яркая это просто магия смотрите какой получился яркий и насыщенный зеленый цвет давайте сравним с серым вот я надеюсь уже видно разницу так что если добавить в наш пигмент соду то у нас получится вот такой вот более зеленый оттенок так и наконец-то третий эксперимент ложечка пигмента крахмал мед и секретный ингредиент лимонная кислота я изначально развела лимонную кислоту с водичкой перелила в отдельную колбочку сейчас покажу вот так собственно это выглядит опять же обыкновенная вода с лимонной кислотой просто перелитая вот в такую емкость добавляем в наш пигмент и смотрите что сейчас будет происходить видите что происходит постепенно наш с вами пигмент приобретает более розовый оттенок собственно вот такой вот интересный получился эффект аналогично сошкребаем нашу красочку в ракушку давайте попробуем этой красочкой тоже порисовать кстати вот эта вот розовая красочка тоже при полном высыхании немножечко трансформируется и станет вот еще более ярко насыщенной розовой поэтому когда будете работать рисовать вот этой розовой краской не переживайте если поначалу она будет казаться блеклой со временем она обязательно станет более насыщенной более яркой и с ней будет как раз очень удобно работать ну что ж как видите у нас с вами получилось абсолютно три разных цвета но пигмент изначально был один так что вот такая вот магия цвета давайте теперь попробуем этими красочками что-то нарисовать и я вам пока буду рисовать расскажу почему так происходит ну собственно почему меняется цвет в зависимости от того что мы добавили соду или лимонную кислоту когда мы добавляем соду или лимонную кислоту к пигменту то происходят интересные изменения в цвете и это возможно из-за того что основной пигмент в горошке мохнатом это антоцианы по сути что такое антоцианы это пигменты которые отвечают за красные фиолетовые и синие цвета в растениях их цвет изменяется в зависимости от уровня кислотности среды говорят pH собственно что такое среда это более щелочной или более кислый баланс итак лимонная кислота лимонная кислота создают кислотную среду и в такой среде антоцианы меняют свою структуру и становятся более красными или розовыми это происходит потому что кислота вызывает определенные химические реакции в молекулах пигмента и они начинают отражать больше красного цвета поэтому когда вы добавляете лимонную кислоту пигмент становится розовым сода сода наоборот делают среду щелочной и в такой среде антоцианы тоже изменяют свою структуру но по-другому и начинают отражать уже больше синего и зеленого света и в результате пигмент из горошка мохнатого становится зеленым или даже синим вы можете спросить почему так происходит дело в том что антоцианы могут менять свою форму и свойства в зависимости от окружающей среды и когда вы добавляете кислоту или щелочь это изменяет химический баланс и они начинают вести себя уже по-другому по сути это как волшебство потому что один и тот же пигмент может стать разного цвета просто в зависимости от того что вы к нему добавите мне кажется что это очень увлекательный и наглядный способ увидеть как химия может изменить цвет прямо у нас на глазах также эксперименты можно проводить со многими другими растениями наш главный маркер если растение фиолетовое, красное или розовое то с большей вероятностью там будут антоцианы и они уже в свою очередь могут трансформировать свой цвет это значит что вы можете проводить подобные эксперименты вообще с разными растениями и увидеть как их цвета меняются в зависимости от среды собственно я пробовала экспериментировать с красной капустой, базиликом, бордовым базиликом и некоторыми другими сине-фиолетовыми цветочками в результате я действительно получала больше разных цветов чем один то есть больше одного по сути всего лишь с одного и того же пигмента так что я считаю что наступило время для экспериментов теперь я хочу вернуться к рисунку малины и рассказать вам немного о работе с натуральными красками в этом рисунке базовые цвета взяты из горошка мохнатого розовый цвет для ягод и зелено-оливковый для листьев кстати после высыхания нашей зеленой краски с содой ее оттенок немножечко поменялся на более оливковый ну я думаю это не страшно даже какой-то придает теплый шарм итак для этого рисунка я также использовала два дополнительных цвета синий цвет я получила из растения клитория я узнал об этом растении благодаря подсказке о синим чая так называемом анчан я купила такой чай измельчила лепесточки в порошок и сделала из него краску этот цвет я кстати часто использую и добавляю в свои работы чтобы придать ну немножечко прохлады и прохладных оттенков листика второй дополнительный цвет темно-бордовый из лепесточков красного мака его использовала для углубления тени между дольками малины чтобы придать рисунку глубину и реалистичность так как розовый цвет с горошком мохнатого достаточно светло-средний то мне необходимо было какой-то взять более темный оттенок поэтому я решила что как раз красный мак отлично для этого подойдет кстати в красном маке тоже существует такой пигмент как антоцианы поэтому собственно можно экспериментировать и тоже немножечко видоизменять оттенки красного мака давайте я вам теперь расскажу про некоторые особенности работы с натуральными красками мне кажется одна из самых главных особенностей это их непредсказуемость то есть пигменты извлеченные из растений могут вести себя вот совершенно по-разному в зависимости от количества воды, температуры и даже качества бумаги вот например некоторые краски могут слегка менять свой цвет при высыхании некоторые сразу при создании смешивания и вот например как в случае с зеленой краской из горошка мохнатого в начале был более ярко зеленый потом становится более оливковым поэтому нужно просто привыкнуть к такой особенности и воспринимать это не как ограничение а наоборот как привилегию потому что всегда будет немножечко неожиданный результат а также я хочу сказать что натуральные краски имеют немножечко свои нюансы при смешивании а пигменты могут не всегда смешиваться так как химические краски и я считаю опять же это наоборот добавляет элемент неожиданности в творчество и в вашу работу это также может быть и преимуществом а потому что позволяет создавать уникальные оттенки и текстуры которые вообще невозможно сделать с химической краской ну что ж такие вкусняшки малинки у нас с вами получились и я очень надеюсь что вам тоже понравилось вместе со мной рисовать такие красивости и друзья пользуясь случаем хочу сказать что я завела свой телеграм-канал в который конечно же вас всех приглашаю и у меня есть к вам такое предложение если у вас есть желание то обязательно скидывайте свои рисунки натуральными красками вот по ссылочке которая будет внизу этого видео опять же это ссылочка на телеграм и соответственно там мы с вами будем создавать такое уютное творческое комьюнити где каждый может показать свое творчество и таким образом вдохновить друг друга ну не знаю мне лично очень интересно будет посмотреть на те опыты которые вы делаете с натуральными красками те цвета и оттенки которые у вас получатся поэтому если есть такое у вас желание то обязательно делитесь я думаю все будут только за ну что ж на этой уютной нотке я буду с вами потихонечку прощаться огромное всем спасибо кто со мной был и наблюдал за тем как мы рисуем натуральными красками поэтому надолго не прощаюсь будем на связи и пока 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 пока